Вот, капитаны, пожалуйста, выходите сюда, становитесь рядом с собой. Сегодня у нас в средней школе командный биологический конкурс. Мы его иногда называем словом квест, но хотя квест уже сейчас употребляется в основном в другом значении, когда вы зашли в какую-то комнату и вам надо из нее выбраться, но у нас квест в более привычном понимании. Это команды ребят, это средняя школа, которые будут ходить по постам и выполнять на этих постах разные конкурсные задания, связанные с биологией. Эта форма работы для Харьковского зоопарка уже стала привычной, но мы ее привыкли проводить у себя на территории. Сейчас, пока зоопарк на реконструкции, мы проводим ее прямо в школах. Сегодня мы приехали, надо будет послушать голоса, узнать животных по звукам, которые они знают, узнать их по их изображению, узнать какие-то предметы, которые насобирали юнаты во время своих экспедиций. Пять биологических постов, пять команд и четко определенное время на каждое задание в семь минут, которого для команд оказалось даже много. Дети, это ученики шестых и седьмых классов, проходили задания очень быстро и слаженно, ведь команды серьезно готовились. У меня есть игра, которая называется «Животные нашей планеты», и мы с помощью них узнавали новых животных, как их зовут и их местоположение. Мы, конечно же, изучали названия животных, разные всякие, где они находятся, как выглядят. Очень сильно мне понравился этап, там, где мы расставляли животных по их месту жительства, где они обитают чаще всего. Первое место заняла команда с красноречивым названием «Биологи». Ребята набрали 28 баллов из 30 возможных и за участие. Конечно же, за победу. Все команды получили памятные подарки и сувениры от Харьковского зоопарка, но главная задача, которую мы ставили перед собой, показать, что биология – это не просто текст из учебника, а что это настоящая жизнь, очень интересная и увлекательная в самых разных ее проявлениях. Мы воспитываем своих детей таким образом, что они должны понимать, что они являются частью природы. И, конечно же, дети, которые растут в городе и мало общаясь с природой, имеют единственную возможность узнать как можно больше, посещая различные парки, зоопарки. И когда мы получаем такую возможность пообщаться со специалистами зоопарка, которые имеют возможность, скажем так, мотивировать, изучать природу дальше, то, конечно же, вопрос решается сам собой. То есть это обязательно. Поэтому мы этому очень рады.